Всем привет! Погодка у нас снежная, классная. Поэтому мы решили сегодня покататься и опровергнуть миф или подтвердить его. Вот те, кто смотрит YouTube, либо видео с автомобилем Duster, либо там читает статьи в газетах, вот складывается такое ощущение, что проходимый Duster один, наверное, только автомобиль, это Гелендваген. Даже УАЗы местами отстают от них. Прямо мне так стало интересно. И вот хочется сегодня проверить. На самом деле Duster такой проходимый. И вот мы взяли дизельный Duster без блокировок, без электроники. Обычный стандартный Duster, который видео ходом проскакивает везде. Ну и конкуренты ему. Конечно, самые слабые, это, наверное, BMW X1, очень низкий бампер, но умная система полного привода. И Ford Kuga, про который вообще в видео практически очень мало. Очень мало тестов, видео. По этому автомобилю тоже у него есть электронные системы, которые проверим, помогают ли они или нет. Достаточно высокий, кстати, да? Он прям так ниже Рено. Ну и тут неожиданно появилась такая старушка Нива. Она, в принципе, здесь живет в лесу. Даже не пришлось ее гнать. Они там рыбаки бросают, там греются в ней. На летней резине. Потому что приехала она сюда летом. Зимой ее не эксплуатируют. Но посмотрим, вообще Нива на летней резине едет ли. И вдруг случится чудо. Нива на летней резине одолеет все эти электронные системы, все эти буржуйские автомобили. Вот мы посмотрим. Очень любопытно мне самому. И мы сегодня приехали на нашу горку диагональную, как обычно, посмотреть на работу электронных систем данных автомобилей. У кого нет, посмотрим вообще, смогут ли они заехать сегодня. Немножко снега подсыпало, то есть разогнаться им будет тяжело. Но это более скользкий тест, чем с УАЗами, который вот вышел на моем канале буквально там пару недель назад. Сейчас проверим. Итак, хочу себе поднять настроение, поэтому первые запускаю Ниву на летней резине, пока не раз топтали до земли всю дорожку. Хочу просто поржать, как будет Нива на летней резине, пытаться заехать. За рулем, кстати, Виталян. По колесам смотрим. Это обычная, ну, летняя резина, хотя многие зовут ее всесезонкой, но всесезонкой здесь, по-моему, и не пахнет. К-156-1. Привет всем. Виталик выставил машину, как ему удобнее. Главное, чтобы он меня сейчас не снес, потому что на Ниве здесь реально на летней резине очень скользко. Смотрим. У меня блокировки нету? Нету. Но летняя резина, я считаю, это вообще зло. Это когда последний хлеб доедаешь, тогда только летняя резина оправдывает себя. Остается только одно излюбленное, по-невоводски, это газ в пол и по инерции. Но здесь нет такой прямой, чтобы разогнаться. Все, крайняя попытка, Ниве даем, но уже просто здесь... Вышло. С четвертой. Попытка Renault Duster. Так, по колесам посмотрим. Это седьмой Nordman. Слегка бэушный, но свежий. Первая попытка будет без разгона. В эту попытку я не верю сразу. Duster, я вообще не верю в то, что они едут без разгона по бездорожью. Только газом ход по Нивски. Пробуем. Ну, с небольшим разгоном, да. Скажем так, это не разгон, да. Ну и все, тут видно. Не дано Dusterу без разгона, без электронных систем заезжать куда-либо. Так, попытка с разгона у Duster. Пачку, пачку. Ну, не особо разгон, скажем так. Ну, поэтому и не получилось. Ну что, подтверждаем. Duster едет только, когда берет большой разгон. За счет своих свесов относительно коротких и относительно высоких бамперов. Ох, красиво. Отчаянные попытки. Но, если словил диагональ и дальше впереди еще одна диагональная вывешивание, то Duster не заедет. Только разгон. Красиво-то так, а? Ух ты! Ford Kuga 1.5 Turbo. Неизведанный вообще для меня автомобиль такой неизвестный. На шинах тоже Nordman. Тоже седьмые. На Nokia Nordman. Или просто... А, да, вот, Nordman видно. Nordman 7. Почти все то же самое, что у Duster, только здесь есть помощь электронных систем. с первую попытку пробуем без разгона. Любопытно. Если электроника работает, то я этого не вижу. Странно. ну, чуть больше разгон. Работы электронику, электроники я не вижу вообще. Попытка с разгоном. Обычно такие попытки заканчиваются с оторванными пластмассовыми деталями. Электроника душит мотор. Она у тебя вообще не подтормаживает ничего. Она у тебя просто душит. Ну, сейчас отключу. Отключи ее, тогда нафиг такая электроника в наших краях. Попытка с отключенной электроникой. Ну, повеселей, повеселей. Форт заезжает без всяких электронных систем. BMW X1 Bridgestone шипы зима. Низкопрофильные, очень низкопрофильные. 225 на 50 17. Система X-Drive присутствует, хваленая. Смотрим. Ну, на новых BMW мне нравится очень система X-Drive. Ну, вот, видно, электроника есть, электроника работает. Ну, однозначно BMW едет лучше всех. Поле. Дрэх попорю, или кто дальше уедет? Форт. Короче, пока один Дастер едет, кстати. Нива копает, Дастер едет. Все, приехал. Ну, тут, глянь, как глубоко. Ну, вот тут реально Дастер едет. Я сейчас рядом встану, там поедет. BMW еще не пробовала. перец сидит. Да ты глянь. Да как вот это да. Дарыл, блин. Чуть-чуть очистились от грязи. Так, походу, я один остался, но я, скорее всего, уже и не выдернул в горку всех. Мы сами выйдем. С вами. Лопата и все. короче, пока Дастер побеждает. На втором месте кто? BMW? BMW на втором месте. Да, Виталик? Что? BMW на втором месте? Да хрен, пойми тут. Это кто быстрее копается? Газуй, раскатчик. Нива чуть-чуть откопали, но это не помогает. Она вообще задиагональ у вас висит. Дастер травит колеса до единички, до 0,8 примерно. Саня, вперед попробуй чуть-чуть, а то ушла. Во, вперед чуть. Давай назад. Вперед Саня. Ну вот так вот BMW с Нивой примерно одинаково едут. Дастер конечно тут ушел вперед. Ниву откопали. Слишком много снега для таких автомобилей здесь сейчас. До единички передней больше не надо разбортируешься. И аккуратно надо будет ехать и газовать и тормозить. Сидит плотно, да? Передок работает уже левая, но толку нету. BMW висит. Нива выехала сама. BMW и Ford я вытянул на УАЗе, а Дастер начал двигаться. Чуть ему помогли два человека и он начал двигаться. Встравился. Встравил правда три колеса. Прямо пробрет. Пошел назад ходом. Все таки снега много, а дорожного просвета мало. Только Ford сзади не хватало. Все как говорится, на камеру не хочу говорить, ты потом вырежешь, ладно? Я приглушу. Клирец он как член. Лишних сантиметров лишнего не был. к чему это спускаемся с горки. Паркуемся там, где уже уазик и пробуем заехать обратно на горку. как санки ушел. И на удаль. система спуска с горы помогает. Отлично. Посмотрим, насколько интеллектуальный ум, умный интеллект. Масса масла масляная. Блин, диагоналки прям жестче. Так, ну еще ну-ка. Почти не вывешивать. Так, как телега туда, быс, быс. Сталик, держись! А где колесо? Внедорожная драйк-райсинг.